Так. Если я в эфире, то напишите мне, пожалуйста, видно, как меня слышно. Так. Так, вроде должно быть. Видно, слышно хорошо. О, отлично. Слушайте, если честно, я даже не готовилась сегодня к эфиру, потому что я не понимала, выпустит вообще меня в эфир или нет. Согласен. Вот, потому что вы знаете, что меня сначала не выпускала в ТГ, я два дня не могла зайти. Сейчас я не могла зайти со вчерашнего дня. Да, вчера. Вчера не было трансляции. Я не смогла зайти. Сейчас вот просто стоит что-то сделать с компьютером. В общем, захожу через компьютер. Вот. Не знаю, как оно будет. Поэтому, ребят, вы уж меня простите, я в кижане. Я, правда, не очень понимала вообще, что-то будет или нет. Ну, вот так вот. Так, и вот. Готово. Готово к вашим вопросам. Я вообще не знаю, где здесь тему писать, где что. Я с компьютера, по-моему, вообще первый раз выхожу. Все время с телефона. И мне это было более привычно. Вот. Поэтому я даже не знаю, как оно было. Так, ну я... Попробую себя даже найти. Может быть, мне тут удобнее будет. Через телефон вообще не получается. Я не знаю, может быть, у всех так, ребят, получается, что у меня через телефон вот такое вот просто чистое поле. Где у меня тут камера? Вообще ничего не грузится, видите? Вот. Когда включаешь VPN, то получается, что интернет в ноль уходит на телефоне. Я не знаю, как так. Ну, в общем, как-то, видимо, так. Вот. Ваши ответы и вопросы я здесь вижу. Как я выгляжу на экране, я не вижу. Ну, и это, наверное, не очень актуально. И, ребят, пишите. Да, ставьте лайки, кому не жалко, чтобы продвигать, потому что с соцсетями вообще непонятно, что происходит. Происходит, правда. И... Так, ага, это получается, что я буду теперь в телефонах вот так вот. Эфир. Ну, ладно. Пусть будет так. Вот. А сегодня я... Тогда я у вас здесь буду читать вопросики. И я бы с вами, знаете, о чём хотела поговорить. Почему? Про... С вами развиваем дальше тема. Разные. И сегодня бы я хотела поговорить именно про дофамин, да. Это как раз те моменты, те состояния, когда тебя начинает болтать из стороны в сторону. Хороший, плохой. Да, и когда задаётся вопросы, задаются вопросы такие, как... А как поступить вот в этой ситуации? А как перейти на неедение? А как улучшить работу? А как быть с детьми? Что происходит с моим телом? Всё ли хорошо, или нехорошо? Вот. И это как раз вот этот вот дофамин. Это когда вот это вот состояние, хорошо, плохо, горячо, холодно, чёрное, белое. Это как раз он отвечает вот за эти качели. И очень часто люди думают, что они хотят чего-то хорошего, чего-то положительного. Но вплеск дофамина, и мы с вами уже говорили, да, о том, что у нас есть вот эта вот гормональная шкала в теле, когда мы что-то чувствуем, что-либо с нами когда происходит. И вот эта вот как раз шкала, которая идёт, у неё нет вот этого вот состояния, вот это вот хороший дофамин, а это плохой. Нет, у него просто прыгает. Это десятибальная шкала у нас, ноль от нуля до десяти. Ну, это так я мультяшным языком образно говорю, да. И мы всё время хотим прийти вот к этой вот планке десять. Десять! И чтобы прийти к этой планке десять, так устроен вообще наш мозг, что проще всего прийти вот к этой вот завышенной планке через какие-то резкие эмоции. А резкие эмоции вызывают больше эмоциональный фон в общепринятом понимании негативный. И поэтому очень часто, не осознавая, мы идём за негативом. Нам всё время кажется, что ой, нет, я вот иду за позитивом, я вот иду вот за этим. Так, ребятки, сейчас. Ещё тут. Блин. Я нажала, короче. Что-то я опять нажала не то. Не туда. Не то, не туда. Сюда. Сюда. Ну. У. 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 блин ребят все видно и слышно да но я не вижу где я пропала с экрана телевизора я пропала блин да как так-то во все все наконец-то пробовала подделать свет но не не смогла чтобы лампа по-другому немножко светила мне прям сильно отражает ну ладно и смотрите очень часто мне например пишут ребята да вы сами это знаете наверно да вот бывают такие состояния когда ты говоришь что я хочу на сухие ну что ж такое вот мне на сухих было так хорошо вот у меня вот это было вот это было вот это вот было но по каким-то причинам я выхожу но по каким-то причинам я не могу зайти обратно на сухие и если мы с вами углубимся внутрь то это как раз то что когда вы находитесь но возьмем наши любимые сухие дни до сухие либо лечебное голодание на жидкости то что с вами происходит это хорошо для вас вас дофаминчик немножечко до красы подстегивается но когда вы выходите с этих своих хорошо вы начинаете себя журить и начинаете журить дофамин подскакивает начинаете вот на этом контрасте вот в сухих днях было вот такое вот восприятие понимание состояние тела а когда начал есть вот такое состояние и опять же на фоне вот этой вот на фоне вот этого черного белого у вас опять подскакивает дофамин подскакивает дофамин до такой степени что вы его славливаете и неважно в чем в журение то что вы начинаете себя журить и начинаете ну почему же так случилось ну почему же вот это а это именно потому что это идет неосознанно это идет на перифронтальной корея когда у вас тело когда у вас мозг когда у вас каждая клеточка запрашивает этого выброса дофамина и самое простое что вы можете сделать этот выброс дофамина это вот так вот вызвать свою реакцию неосознанно вот таким методом это опять же про что когда люди идут за болью когда люди идут за тем чтобы потому что когда у тебя все хорошо но ты вроде как вот ну все нормально все хорошо и это даже про то что очень часто же вы даже наверное на себе замечали когда вам начинают делать комплименты там ты молодец такая красивая красивый умный умная там ты 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 и вот вам вроде бы приятно но ты такой ну все хватит хватит ну как будто ну вот как то ты даже это принять не можешь вот это вот хорошо тебе сложно принимать и ты как бы как отстраняешься как о как будто бы ну мне это немножечко вот чуть-чуть и все мне достаточно но когда у тебя происходит какая-то боль какой-то горя ты его прям готов размазывать ты готов с ним с кем-то делиться ты готов его им плакать ты готов им им жить какое-то время и даже доходит иногда до тот до такого момента что вот этот я про это не забуду это мой крест я там вот это вот волну дофамина все время поддерживать в состоянии своего тела через вот это это знаете про то что наркоманы и игроманы игроманы же они идут в казино не чтобы выиграть они идут туда вновь и вновь чтобы проиграть и как бы это смешно не было я писала как раз работу по поводу игроманов вот у меня там было очень очень много все всего расписано всяких статей всяких множество таблиц которых я изучила и что происходит с игроманами а вы себя просто подставляете под эту роль чтобы было понятней вот когда есть такое да что вы думаете но блин зачем ты туда идешь что вот это проиграл вот это проиграл остались последние деньги и как многие из нас думают что что он говорит но я вот сейчас отобью сейчас отобью а по факту что происходит то есть например если ты себе отрубаешь палец и тебе больно кровь болит все он все ты понимаешь что его нет ты не пойдешь себе 2 3 палец отрубать думая что как бы ну вот этот не отрос может вот этот отрастет а может вот этот отрастет а может я руку себе отпили может быть она отрастет может быть нужно было начинать не с пальцев а с руки то есть у тебя же нет такого восприятия ты же понимаешь что если ты вот это действие сделал и она тебе неудобно ты понимаешь что ты что-то съел и у тебя от этого жутко болит живот ты не будешь вновь и вновь это это есть то есть ты скорее всего от него откажешься потому что для тебя это просто бесполезная боль а бесполезная боль которая не вызывает дофамин потому что чувство вот этой боли физической она блокирует дофаминовую зависимости дофаминовую зависимость а боль которая идет психологическая она ее подпитывает и когда игрок идет в казино куда-нибудь еще ну не обязательно это прям казино игроманы же у нас в жизни полно игроманов он же идет туда чтобы опять проиграть вновь и вновь для чего ему нужно потому что когда он выигрывает у него такое вау я выиграл и все это очень короткий промежуток времени а когда он проиграл он будет это перемусолить он будет это перемусоливать оттуда где ему взять еще ресурсы куда ему еще сходить куда ему еще податься почему я так сделал то есть там целая цепочка жизни выстраивается и точно так же когда ты выскакиваешь сухих дней когда ты выходишь сухих дней когда ты сбиваешься вот со своего с того что мне хорошо как многие любят говорить про срыв это обрести вот эту боль психологическую боль получить вот этот вот всплеск дофамина и самое что интересно что если вы научитесь себе поднимать дофамин какими-либо другими методами то вы тогда научитесь контролировать ну образно так контролировать многие многие свои дела не я своей жизни которые вам будут приносить другие результаты если вы будете понимать что вот это вот я делаю так хорошо у меня там появляется много страхов у меня появляется много каких-то нерешенных задач как я их могу решить что я могу с этим сделать куда я могу с этим пойти и ты начинаешь быть в процессе ты не тебе уже не нужно схватить вот этот этот разовое дофаминовое восприятие то есть смотрите вот мне сейчас написала девочка она была на ретрите и на перезагрузке и я там мы с ней начали вот я грудь ты готова твое тело готова жить и без еды и без жидкости это нам не сегодня пишет на год цвет но я вот да я без этого без всего вот такой-то уже день и понимаю что мне этого не хочется мне этого не нужно но лезут голову всякие страхи и вы понимаете что это за страхи это же как нам кажется страх страха вдруг я так не смогу страха вдруг у меня что-то будет с органами страха вдруг у меня будет там еще что-то много-много всего и когда ты начинаешь разбирать эти страхи это не те страхи которые тебе залезли те страхи которыми ты прикрылся то есть смотрите как это работает когда ты идешь в очищение тела и в очищение сознания то тогда у тебя начинает через очищение начинает влазит твой страх но пока он не вылез ему же нужно там закрепиться у тебя у тебя вот здесь вот на подкорочке нужно дальше сидеть до в долгосрочной долговременной памяти чтобы ты его туда этот страх не выковырил иначе он тобой не может управлять а как он управляет все очень просто он тебе говорит так если я тебе сейчас покажусь какое есть откуда я есть там с детства с юности там с прошлой жизни неважно я тебе сейчас покажу себя и тогда я для тебя буду не актуален зачем мне быть для тебя не актуальным я тогда прикроюсь тем что что тебе понятно то есть например там сильно сброшу вес меня не примут родственники ну и всякое бла-бла-бла это можете себя спросить это как раз тот момент когда вы выходите из состояния готов котором вам хорошо и когда вы начинаете себя спрашивать а что стоит за этим страхом то вы тогда попадаете в самого себя вглубь самого себя и это абсолютно другие процессы и здесь конечно очень хорошо если с вами будет тот человек который посмотрит на эту ситуацию не вашими глазами потому что вашими глазами вы себя туда уже загнали и самому себе отсюда выбраться очень сложно а когда вам кто-то другой говорит так вот это это куда не не может быть потому что если бы вы знали от чего это все идет то вы бы давно сами бы это проработали почему вас это сидит потому что вы не видите это с той стороны с которой бы посмотрел на этот другой человек так что тут нас по вопросам сергей шикарный вид шикарное изображение шикарный звук на редкость просто потрясающе никаких срыв никаких дергай все прекрасно вот продолжает вести эфир под такого компьютера просто супер ну все значит буду с компьютером сейчас наступает холодное время года вопрос как влияют разные времена года на занятия малоеденим не еденим и так далее да по-разному влияют ну это же опять же смотрите это влияние это влияние вашего рептильного мозга не вашего тела потому что когда вы убираете еду и жидкость чаще всего вас бывает жар когда вы находитесь на малоедении если организм не хватает вас согреть то вам все время холодно и не важно какое время года у меня есть девочка которая очень мало кушает но день не хочется кушать она очень-очень худенько но одна при всем при этом и ведет активный образ жизни но она все время есть все время холодно и здесь не от времени не от времени года зависит это зависит от вашего внутреннего состояния и когда я начинала все эти процессы я жила на урале начинала это все сыроедить я начинала зимой и представляете на урале нет денег ничего но я вам уже говорила это неоднократно да я там какой-то сыроедила полгода капустой помидорами пластиковыми яблочками более-менее вкусненькими вот и все это весь мой рацион был но вот вспомнить то состояние мне было холодно или тепло но наверное я бы найти как сказать для меня это было не актуально я понимала что такое дышать и это вообще было про другое а сейчас я вижу что ребята очень многие они зациклены на 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 состоянии тела как им вот тут вот мне скучно тут мне грустно тут я не могу уснуть тут и мне спится тут не спится здесь наоборот много спится здесь холодно здесь жарко делайте дыхательные практики ведь первое самое основное это дыхательные практики любые это просто дыхание по кому-либо потому что сейчас их очень-очень много и в том числе что сейчас даже дыхательные практики всеми известного бутейка да их сейчас немножечко немножечко изменили прям самую капельку и без всякого стеснения заявили как свой метод например там за рубежом дыхание оно есть дыхание пробуйте как вам будет но есть различные 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 практики на основе дыхания такие как цигун это такие как йога да они же тоже нацелены на практике дыхания то есть там все связано с телом и вот чем больше вы начинаете прорабатывать свое тело даже под ну на любых днях то у ваше дыхание развивается и когда вы убиваете вот это вот не убиваете вернее а переводите из состояния вот этой кислотности организма которого так вот немножко поджирает вас то тогда вам становится тертерна наверное не становится теплее термобаланс терморегуляция вашего организма вашего тела она выравнивается то есть я могу сказать что для меня я могу мне может быть холодно мне может быть жарко у меня разные моменты но если я понимаю что мне нужно вот там то ли там быть и у меня не задача посмотреть на свое тело другие задачи то я могу зимой ходить футбол к юсланцев и мне будет комфортно потому что я переключена на другое если я понимаю что там какая-то жара и мне тоже нужно там какие-то свои процессы то для меня и это будет неактуально то есть я тело перестраиваю с собой холодно тело становится когда печень кровь плохо греет это на питание я на яблоках мерзну но римочка на яблоках может быть потому что тут же нужно еще смотреть какое малоедение и насколько на яблоках ты сколько на них какие яблоки как часто они у тебя присутствуют в рационе то есть можно же одно яблоко в день съесть да можно десять килограмм тут тоже нужно понимать что у тебя просто смотрите клетчатка нам же все говорят клетчатка клетчатка так здорово а здесь такой спорный вопрос насчет клетчатки клетчатка это щеточка на определенных этапах она нужна очень нужна но послушав мнение различных научных сотрудников я бы так сказал да что не всегда клетчатка хороша и очень много бывает людей и действительно их много когда говорят блин свету все хорошо тоже хочу на среднем не вот средний не подходит у меня начинается вздутие живота еще что-то и многие гуру сыроедения я не знаю ребят уж простите меня я не в обиду ты просто неправильно сыроедишь но есть действительно строение ЖКТ такое что человеку очень сложно вывести эту клетчатку из организма и что и она получается начинает там даже не том что она помогает вывести что-то она начинает перегнивать поэтому тут нужно смотреть это настолько все индивидуально я вам не просто так говорю изучайте себя потому что кто-то может сидеть просто на орехах а кто-то съел один орех и все его вздуло всего а вам бывает сейчас грустно наверное не замечала такого состояния нет у меня столько всего происходит с самой собой что наверное нет сейчас снова начала рисовать пока я рисую я могу такие вот медитативные состояния могу понимать то есть когда мне например в очередной раз я там прохожу какое-то обследование и когда мне мои профессора говорят свои видения того-то или того-то соединения аминокислот гормональная сцепка что что происходит в организме то мне это очень здорово почему потому что я начинаю я вот процессе рисования я начинаю их связывать то есть если вот этот гормон пошел сюда этот гормон вырабатывает вот этот орган этот орган после выработки этого гормона дает вот такую аминокислоту эта аминокислота распределяется больше по этому мышечному волокну если она распределяется по этому мышечному волокну значит возможно реакции болевые либо наоборот какие-то более подвижные суставы там мышца какая-то и она выдает то есть я понимаю что это мышца тогда она если например болезненные ощущения в теле где-то то она отвечает вот за эту программу за это видение за то что происходит у тебя сейчас во внешнем мире то есть это настолько все связано это настолько то есть твое тело это вообще твоя карта этого мира того мира в котором ты находишься и здесь же какой пазл вот многие говорят а для чего мы здесь собрались какая наша миссия ну наверное это знаете ну как приходит человек ребенок там в первый класс и говорит а что я пришел в первый класс какая моя миссия это же здесь тоже я бы наверное не назвала вот эту миссию чтобы было какой-то конечный результат это как раз то что что ты изучаешь свое тело через изучение своего тела ты выходишь на другой уровень на уровень уже земли через свое тело то есть свой мир ты видишь а свой мир он же у тебя неразлучно связан с мирами других людей все кто все о чем ты знаешь это все есть в твоем мире и когда ты познаешь свое тело потом следующий этап познаешь свой мир следующий этап познаешь миры в котором есть твой мир и потом идут следующие этапы и это нет конечности тут просто уже другой процесс ты уже должен понимать что ты эти все механизмы будешь делать в своем теле либо ты сменишь эти тела либо ты пойдешь в другие в другие плотности вне тела но это уже другие разные ветки разные ветки твоего восприятия разные ветки твоего изучения давайте так скажем и пока ты в этом мире это очень-очень интересно себя познавать через свое тело но очень часто мы бывает уходим от своего тела очень часто мы переключаемся а вот вы знаете там ртуть есть а вот вы знаете там тяжелые металла вы знаете вот это а у тебя если есть ртуть то в твоем теле то как ты должен это понять с какого органа с какого ощущения с какого восприятия что мир транслирует то есть какие действия которые тебе нравятся либо не нравятся это значит смотрите что грубо говоря такую цепочку чтобы понимали как это вообще что значит тело наше и наш мир то есть у тебя на работе не клеится одна и та же ситуация ну с чем-то там не знаю там вот все нравится и коллектив хороший и зарплата хорошая и начальники хорошие но меня все время я все время на работе например начинаю простывать вот нет такой чтобы чтобы я болеев не см prêt и ты идешь туда я простывать начинаю простывать начинаю что это если обычная простуда это температура возможно это тело хочется что-то перее чтобы оно что-то перегорело у него. Это, опять же, сопли, да, это то, что у нас выходит через жидкости, и мы что возвращаемся? Так, что у нас греет, что у нас разогревает? Вот, и разогревает и выводит из организма. Очень часто забывают про такую важную-важную деталь, которая у нас терморегулирует наш аватар, не холодит, не горячит, а именно терморегуляция у нас есть такой термометр в организме, это селезенка, да, про которую очень многое забывают. Вот, и селезенка – это одна из важнейших вообще функций в нашем организме, которая столько всего регулирует. И за счет того, что селезенка регулирует терморегуляцию всего нашего организма, она дает очень много импульсов и в печень, которая начинает работать по-иному, и в почке, и в надпочечнике, и желудок неразрывно связан. И ты тогда начинаешь смотреть, что такое как раз селезенка. Селезенка – это твоя интуиция. А что было за твоей интуицией? Что ты знала, что не стала обращать на это внимание? И вот так вот от внешнего до внутренних органов, от внутренних органов раскрутка идет во внешнее. Понимаете, как это работает? Это вот этот вот процесс. И когда мы знаем свое тело, очень часто мы начинаем понимать, вот из этой ситуации я знаю, что в моем теле работает, ну, немножечко не так, да, давайте так назовем. Вот, тогда, чтобы оно так работало, мне где нужно подкрутить, чтобы оно заработало по-другому? Как только он начинает работать по-другому, внешний мир начинает мне давать реакцию абсолютно другую на мой аватар. Светлана, благодарю, Зайфия. Благодарю, Мариночка, за вопрос. А что такое вообще грусть, тоска, откуда они приходят? Грусть, тоска, но от нее, когда ты себя не знаешь, тебе с собой грустно становится. Это то состояние, когда тебя нет. То есть, вспомните детство, да, когда вы в детстве грустили. В детстве вы грустите, когда там, ну, там вы за мамой ходите, например, там, мам, мне скучно, ну, чем это поделать, ну, чем это, чем это то. Это как раз то, ты включаешь своего ребенка, который не знает, чем ему заняться. Ну, подскажите мне что-нибудь интересненько. Ну, чем мне сделать? Ну, давайте, может быть, туда пойдем. Ну, мне вот это скучно, это неинтересно. Вот, это как раз включается твой ребенок, который грустит, которому не хватает внимания. Ты сама себе не даешь это внимания, пытаешься получить от других, а других, как правило, нет, и тебе становится грустненько. Или нет других тех, кто даст тебе это внимание? Я сторонник теории, что растительная клетчатка кормит полезную микрофлору, а она кормит вас, особенно квашеная капуста. Ну, у всех есть свое мнение. Если это вам подходит, я аж только за. У меня другой танец с едой. Причем с едой для детей только. Так, вопрос. В теле есть главнокомандующий или в теле демократия между органами? Да, тут, если вы будете искать все время какого-то главнокомандующего, вы все время... Это бесконечный процесс. Это в теле главнокомандующий, а за телом еще главнокомандующий, а за этим еще главнокомандующий. И он, безусловно, есть. И демократии, что каждый там готов раскрыться, нет. Я бы, наверное, так не сказала. Всегда есть тот, кто этим будет управлять. И этим в нашем теле, это этим управляет на определенных этапах. Я бы даже вам сказала, что в зависимости от территориального аспекта, от климатического аспекта, ваши органы внутри вас, они тоже очень сильно меняются. Они точно тоже дают различные варианты ответа на ваши вопросы в вашем мире. Но это, опять же, в любом случае, как ни крути, всегда складывается от восприятия самого себя. А как ты принимаешь эту ситуацию? А как ты ее воспринимаешь? А как ты идешь в эту ситуацию? А почему у тебя к ней такое отношение? Вот. И думайте, кто здесь тогда главный? Здравствуйте. Что можете сказать про зевание? Какие процессы с этим связаны? Зевание. Ну, вообще, зевание, тут несколько есть таких моментов. Первое – это когда ты зеваешь, когда у тебя бывает смена кислорода. Когда, например, мозгу уже нужно прям отвлечься от всего, хочется уже, чтобы на него внимание уделили. Ему дали кислород. Начинается вот этот зевотый перед тем, как хочется спать. Это когда ваш мозг говорит, так, кислорода мне, кислорода дайте, пожалуйста. Вот. Есть другие моменты психологические. Человек часто начинает зевать, когда он начинает… у него такое состояние начинается, блин, а что тут сказать, а что тут сказать? И чтобы вот это вот пропустить момент, либо дать себе ещё какое-то дополнительное время, ты начинаешь под зевы. Вот. И когда ты зеваешь, у тебя получается, что ты сам себе даёшь дополнительное время о том, чтобы подумать, что сказать. Пропустила про мёд. Ответьте. Глюкоза. Ну вот мёд с мёдом сейчас, смотрите, такая… Мёд это вообще замечательно, если он… Если он классный. Но здесь же другой процесс мода. Вот. Мы вроде бы знаем, да, пасечников знаем, там ещё кого-то. А мне тут ребята, у которых я брала мёд, они мне начинают скидывать. Они говорят, Свет, ну вот там вот мёд ты брала, не бери. Я говорю, почему? Они говорят, ну вот смотри, вот их пчёлы, они вот туда делают мёд, туда делают мёд. Вот их пчёлы, они кормят их сахаром. Вот. Если сахаром кормят, то это просто переработанный сахар через пчело. Вот. Если мёд другой, который там пчёлы там на определённых полях, то это другое, другое качество мёда, это другая цена мёда, это… Ну это на сегодняшний день получается практически мёд для избранных. Поэтому мёд хороший, вот не просто сахар, а мёд. Найти достаточно сложно, это правда. И когда я вот смотрю, там где-то в интернете ещё мёд с маточным молоком, там ещё что-то. Но это, наверное, такая как замануха, потому что вот это вот маточное молочко, у меня знакомая, была, ей очень нужно было для лечения это маточное молочко, и как раз ей пасечник собирала, так вот он ей собрал за всё лето вот такую вот чеплашечку маленькую, вот такое вот. И вот сказал там по чуть-чуть это, но он говорит, это действительно так, чтобы его собрать, не рекламный какой-то продукт, маточное молочко, а действительно истинно, то его очень сложно, прям очень сложно. Это прям для людей, которые в малой категории находятся. Поэтому если есть возможность прям такой хороший мёд, не просто там, что вам сказали, там, ой, этот хороший, а действительно, то, наверное, да. Здравствуйте. Ламинария, спирулина в таблетках, что скажут? Да ничего не скажу, они абсолютно пустые, я их вообще не вижу, как что-то стоящее. Ну, посмотрите, они даже в таблетках, почитайте наименование, а тут ребёнку хотела купить. Я почитала в наименовании, там столько этих связующих компонентов, и там в результате ламинария практически нет. Но сейчас же можно купить, наверное, ну, что такое ламинария? Это же бактерии, это, ну, грубо говоря, это водные грибы. Ну, это, наверное, ну, прям это очень грубо, конечно, сказануло, но тем не менее, нужны ли они вашему организму, либо это рекламный ход. Потому что я могу сказать по себе, что вот у меня не было вот этих вот штук, никаких. А сейчас смотрю ребят, вот, которые особенно там приезжают на ретриты, ведь они очень много всего прошли, очень много учений, очень много каких-то там учений, в том числе и по еде, и обеззараживают продукты, и ещё что-то делают. Ну, короче, добавок столько всего, а на них смотришь, и ты понимаешь, что ты просто играешь в ту игру, которая не твоя. Что ты там заигрываешь? Что тебе для организма нужно? Ведь организм, по большому счёту, он вырабатывает очень много сам, но он начинает это вырабатывать только тогда, когда ты понимаешь, что с ним происходит. Когда ты понимаешь, какой орган за что отвечает, когда ты понимаешь, какую реакцию он даёт, когда ты понимаешь, какую аминокислоту он вырабатывает, на каких этапах, когда у тебя есть эти понимания, тогда извне тебе не нужно в него сыпать то, что он будет очень долго переваривать, очень много энергии тратить не на тебя, а на переваривание. Именно поэтому мы с вами здесь и общаемся, не только здесь, именно поэтому я вам это и рассказываю, чтобы вы что-то от меня подчеркнули, что-то от кого-то, от каких-то умных людей подчеркнули, чтобы мы понимали, как работает организм, чтобы не перебивать фокус внимания его. Поговорю за ответ про главнокомандующих теле, но я не поняла. Я не знаю, это есть у нас в закрытом клубе, если есть, то я там поотвечаю, завтра может быть эфир сделаем там. Добрый вечер, наука объясняет дежавю на решение моментального реагирования мозга или же ошибкой мозга. Я не согласна, как мне кажется, дежавю это отрывки из прошлых жизней, как вы думаете, дежавю что это? Да, я уже говорила, у меня даже эфир где-то был, это как раз, когда вы встаете на одно и то же кольцо реальности, на котором вы уже были, просто декорации сменились. И когда у вас происходит дежавю, вы должны четко понимать, что как бы вам не было грустно, что вы уже здесь были, и оно вас привело только вот так, как вы сейчас идете, оно вас привело только к смене физического тела. поэтому нужно здесь задуматься, нужно менять, хоть как бы это печально не было, потому что все свои дежавю, которые я помню, они все, как правило, находились в таких моментах, когда хорошо было. И я думаю, когда сейчас уже опускаю себя туда, я думаю, блин, а вот тогда бы мне это сказали, я бы отменила себе это, не думаю, потому что тогда было хорошо, и это дежавю, что ты для себя начинаешь фантазировать, что что-то такое. Если бы мне сказали, что ты уже здесь была, оно ни к чему не приведет, тебе нужно это все ломать и уходить отсюда, я бы тогда это не сказала бы нет. Но сейчас по протяжению какого-то времени я понимаю, что да, если бы я вот тогда свернула другое, у меня была бы такая, 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 ну, неважно, какая была, я понимаю, что сложилось, сложилось моим опытом, но таким прям жестким опытом. Я ем грибы, шампиньоны сырые, даже не знаю, правильно или нет, но организм прям он хочет, прям их хочет часто ем. Но если хочет организм, то кушайте. Есть просто в магазине, которые продают шампиньоны, они пустые, особо, но так, почему нет? Сможет белок яйца восполнить количество животного белка? Белок яйца, это есть животный белок. Горя. Белок яйца, это есть животный белок, это же, ну, что, куриный белок, это животный белок. Но здесь же смотрите, опять же, белок. Начинайте задуматься, для чего вам белок? Что вы хотите этим белком у себя восполнить? Для чего он вам нужен? Чтобы что было? Потому что у нас, например, вот фасция, да, она строится на белке. Ну, там очень много различного белка в нашем межклеточном пространстве, она такая, как гель вязкая. И на различных видах белка у нас образуются, то есть воспалительные процессы, где они образуются? В межклеточной жидкости. В межклеточной жидкости на вот этой водянистой гелевой основе. И образуются все все воспалительные процессы на том белке, который попадает в ваш организм, не который ваш организм вырабатывает. Который ваш организм вырабатывает белок, а сейчас ученые уже доказали, это можно найти в общедоступных источниках, что до 80% белка может вырабатывать ваш мозг. Когда вы это понимаете, когда вы знаете, для чего он это. А когда вы кушаете белок, какой бы он ни был, то это всегда чужеродный белок, он никогда вашим не станет, и на нем как раз и могут воспалительные процессы базироваться. А на вашем белке не могут вам воспалительные процессы быть, потому что это уже ваш белок, а вашего воспалительного процесса нет. это всегда что-то извне. Вы что, мясо стали есть? Не есть мясо. Какао, наркотик. Да, ребят, ну все вот это, что вызывает сильные, сильные вкусовые какие-то моменты, они все раздражители для какого-либо аспекта нашего головного мозга, поэтому это все наркотик. Конечно. Не могу назвать только наркотиком, наверное, это и водичка, теплая водичка. Светлана, вы когда приняли решение не есть, вы, получается, просто терпели эти состояния голода, эмоциональные? Да у меня не было, ребят, выбора. Я бы не терпела. Я умирала. И здесь у меня, мне врачи дали два месяца жизни. У меня сосуды не выдерживали, у меня сосуды лопались, и я не могла дышать, моя диафрагма полностью не работала. Мышечная структура полностью атрофировалась. И даже если я там что-то съедала, я уже задыхалась. И когда мне дали два месяца жизни, то есть у меня не было варианта, то есть либо я через два месяца сто процентов умру, либо я буду идти каким-то другим нетрадиционным путём, и там будет 50 на 50. Либо выживу, либо умру. Поэтому, когда я начинала дышать, мне уже было хорошо, и от этого я, наверное, не столько терпела чувство голода, сколько страхи, конечно же, они появлялись. Вдруг это, вдруг то. Но они были менее значительные. Менее значительные были, потому что я понимала, что я живу, что во мне что-то вот отменяется. я могу дышать. И для меня это было вот прямо снова. Я на это делала акцент. Сколько дней нужно голодать без еды и воды, чтобы избавиться от полипа в толстой кишке? Это у каждого свои сроки. Нет такого, что четкая инструкция. Кромная благодарность. Ребят, вы поймите, смотрите, сколько таких моментов. вот как раз у меня же на канале Ларочка рассказывала, насколько проголодала 17 дней без воды и без жидкости. У нее онкологию убрали. Кто-то там по 40 дней голодает, у него возвращаются эти моменты. Здесь же не просто, здесь же, это же комплекс. Не бывает только одно, что вот ты поголодал и все. Нет такой таблетки, нет волшебной таблетки, ее никогда не было, никогда не будет. это же и работа с самим собой. А для чего мне это? Для чего в моей жизни пришла эта болезнь? Для чего она мне нужна? Она мне нужна, вы поймите. Основные слова. Мне эта болезнь нужна, мне она нужна. Не я ей нужна, не я к болезни пришла, а она ко мне пришла, она мне нужна. Я ее вызвала. Когда они учатся на себя фениксом? Да, нет, наверное, не фениксом, но у меня были моменты, у меня были, наверное, моменты не феникса, ребят, у меня были моменты, когда в жалости к себе, когда вот у меня вот это вот начало вот это, когда я не могла уже ходить, когда я лежала, когда мне сложно было сходить в туалет, потому что я задыхалась от этого. И я себя жалела, от меня тогда отвернулись мои люди, которых я считала близкими, потому что, ну, я такая была, токсичная, то есть я сначала им навязывала сыроедение, говорила, что там это самое лучшее, вы все животноеды, ты-ты-ты-ты-ты-ты, вот потом другое начало навязывать, там еще что-то, и вот это вот своя жалость к себе, думаю, меня не понимают, я же такие правильные вещи, говорю, вот я сейчас осталась одна, мне нужна поддержка, а меня никто не хочет слышать, и вот я себя вот так жалела, жалела, думаю, ну, за что мне это, а потом что-то у меня, знаете, так день, два, три уже, когда не можешь не спать, не не спать, не есть, не не есть, вообще ничего не можешь, в этом состоянии в никаком, ты лежишь, ты понимаешь, что ты умираешь, от тебя отказались врачи, даже скорая не приехала, и ты понимаешь, думаешь, блин, а что такое-то, думаешь, господи, так это же мне за то, что, чтобы я вообще была другой, чтобы я вышла вообще на другую стадию себя, это же мне, я столько времени думала, что как это люди вот не едят, как это они голодают, может, мне же вся возможность, то есть весь мир мне дал эту возможность прямо на тарелочке с голубой каёмочкой, это же насколько я для себя стала, для своего мира избранной, чтобы мне это всё-таки принесли, да, таким методом, но это дали, и тогда вот это вот состояние, что тогда у меня начались эти вот инсайты, инсайты за инсайтом, тогда вот эти вот погружения, а тогда не с феникса, а с жалости к себе, с говна вот этого, благодарю за искренность, благодарю, ну что, ребятки, вроде бы у нас с вами все, если будет много вопросов, то я бы, знаете, ещё с вами, не знаю, завтра, может быть, получится, я бы с вами, знаете, про что бы поговорила бы ещё, про мелатонин, который вырабатывается в шишковидной железе, давайте на следующий эфир сделаем вот такое. Безответная любовь, это не любовь к себе? Ну, блин, конечно, безответная любовь, она, любви не может быть ответной, любовь, она всегда безответная, если ты ждёшь ответ, ответная, значит, ты-то не любишь. Нельзя любить, чтобы тебя любили взамен, значит, ты не любишь, можно просто любить, она, она никогда не бывает ответной. Любовь, она либо есть, либо ее нет. И тебе не важно любить либо другой человек или нет, если ты его любишь. Ты ему позволяешь. Ты его настолько любишь, что позволяешь ему быть счастливым хоть с кем. В любом его проявлении любить его. Вот это твоя любовь. А то, что он кого-то любит или не любит, это вообще его. Ты никогда не узнаешь, что у него творится. Ну что, ребятки, буду я заканчивать эфир. Приглашаю всех на Новый год. У нас Новый год будет шикарный, как всегда. Где вы познайте себя. Мы поговорим много очень о планетах. Куда нас выводит наше тело, на какие планеты, что есть эти планеты. Конечно же, там будет еда, но она будет в столовой, где-нибудь там, на подворках. Никакого алкоголя. Ну, про алкоголь, я думаю, говорить уже вообще не стоит на этом канале. И, конечно, в 12 часов это купание в речной, в горной реке. Это одно из самых великолепных, когда вы вообще входите в новые вибрации. Я расскажу, что такое Новый год, как входить в эти вибрации, что это за вибрации, и как можно себя обновить полностью, тотально стать другим человеком. Поэтому присоединяйтесь к Новому году. Вот, а в феврале в феврале ретрит в Москве. Много было заявок в Москве, поэтому там. Присоединяйтесь, кому, куда удобно. Буду вас всех очень-очень ждать. Спасибо большое за вопросы, что вы были со мной. и пробую сохранить трансляцию. в официальном и оцените. Спасибо. 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 Продолжение следует...